Эти оранжевые машины, выезжающие из ворот птицефабрики, жители микрорайона ТЭЦ-3 недолюбливают. Самосвалы отвозят куриный помет к месту утилизации. Маршрут лежит через жилые дома. Жители уже второй месяц страдают от распространяющегося по району едкого запаха. Для перевозки куриных фекалий используется обыкновенный самосвал открытого типа, с которых и сыпется вот это дело все. Подпрыгивая на кольках, на ямках, на поворотах, потом по дороге проехать невозможно. Проедешь машинку, испачкаешь, и пахнет потом она. Страдают не только автолюбители. В квартирах, окна которых выходят на дорогу, невозможно дышать. Ни о каком проветривании и речи быть не может. Чуть посильнее порыв ветра и волна неприятного запаха накрывают округу. Бизнес владельцев продуктовых точек в микрорайоне теперь и вовсе под угрозой разорения. Покупатели в нашем магазине, некоторые есть такие, которые просто зайдя, воротят нос и уходят. Другие говорят, что, ну как бы они нас обвиняют в этом, что мы виноваты в этом запахе отвратительном. Ну как бы, на мою работу это очень влияет этот запах, так как у нас произошел большой оттоп покупателей. Машины курсируют в течение всего светового дня. Сколько их, сложно сосчитать. Но от каждой запах становится все сильнее. Снег у дороги превратился в темную, дурнопахнущую субстанцию. Концентрация агрохимикатов зашкаливает. За ночь, когда подмораживает, сейчас опять морозики ударили, вроде как с утра не очень пахнет. Но вот к вечеру, во второй половине дня, и вот как сейчас, допустим, запах усиливается очень сильно, потому что таять начинают вот эти все обочины. Обочины, то, что разбросано, это навоз этот куриный. И он, соответственно, усиливается запах. Такое бывало и раньше. Маршруты машин с отходами частенько пролегают в жилом секторе. Кто-то жалуется, кто-то принюхивается. Только проблема не исчезает. Как и запах. В Роспотребнадзоре говорят, что вопрос этот лежит где-то на стыке природоохранного и санитарного законодательств. И решить его будет совсем непросто. Сказать, что у нас есть такой реальный механизм, и мы сможем повлиять на движение транспорта в ту или иную сторону, не смогу. Не то, что не смогу, а знаю точно, что мы не сможем этого сделать. Да и не знаю, прокуратура ли это сможет помочь. Прокуратура однозначно будет искать ведомство, которое может вмешаться в этот процесс. Тут может быть комплексная такая задача. Пока жители будут выбирать механизм решения проблемы, искать виноватых и инстанцию, которая сможет помочь, наступит весна. А с повышением температуры усилится и запах. Микрорайон ТЭЦ-3 рискует задохнуться в зловонии. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.